Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселектное совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Процессы глобализации и технический прогресс во всем мире коснулся всех без исключения сфер, в том числе и транспортной системы. Наглядно отражаются изменения, годовой прирост, количество современных авто, разнообразие видов, комфорт это с одной стороны. Но пробки, дорожно-транспортные происшествия, автокатастрофы, уносящие жизни, с другой. Именно поэтому президент уделил особое внимание анализу этой актуальной темы. За последние пять лет этот вопрос не обсуждался и не анализировался серьезно ни одним руководителем или организацией. Законы и работа в этой сфере абсолютно неудовлетворительны. Вопрос безопасности дорожного движения вышел из-под контроля. Это вызывает нарекания людей, сказал глава государства. В 2021 году в нашей стране произошло более 10 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали свыше 9 тысяч человек. Погибло около 2,5 тысяч человек. Согласно анализу, 25% ДТП вызваны плохим состоянием дорог и неорганизованностью инфраструктуры. Например, на дорогах между Папом и Туркурганом, Джуркурганом и Денау, Самаркандом и Гузаром, на участке дороги А-373, проходящем через Езьяванский район, ежегодно гибнут десятки людей. К сожалению, такие опасные места есть в каждой области, в каждом районе и городе. На совещании перечислены регионы, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Определены дисциплинарные меры в отношении должностных лиц. Начальник управления внутренних дел на Матганской области, начальники Андежанского и Самаркандского областных управлений безопасности дорожного движения освобождены от занимаемых должностей. Подчеркнуто, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является умышленное игнорирование правил водителями и их неопытность, а также несоблюдение правил пешеходами. В связи с этим в этом году во всех регионах будет реализована национальная программа «Безопасные дороги и безопасность пешехода». В законодательной палате и компетентным ведомствам указано на необходимость пересмотра и коренного совершенствования норм законодательства в области дорожного движения с учетом участившихся случаев грубого и повторного нарушения правил. В целях обеспечения неотративности наказания планируется ввести систему штрафных баллов за каждое правонарушение. Например, если водитель превысит скорость, он получит 1 балл, а если проедет на красный свет – 3 балла. Если сумма нарушений за год превысит 12 баллов, водитель будет лишен права управления автомобилем и направлен на повторное прохождение экзамена. Кроме того, будет введен порядок определения страховой премии по обязательному страхованию ответственности водителей на основании штрафных баллов. Будет введен новый вид ответственности – дорожное хулиганство за безответственное вождение автомобиля и создание препятствий другим участникам движения. Отметив, что действующие правила дорожного движения устарели, глава государства поручил обновить их в соответствии с международными стандартами, с учетом мнений специалистов и водителей. На совещании рассмотрены вопросы подготовки и экзаменации водителей. Количество транспортных средств в нашей стране с каждым годом растет, а культура взаимоуважения и квалификация водителей, наоборот, снижается. Так, 75% дорожно-транспортных происшествий были совершены водителями моложе 35 лет. Учебные программы и учебники, по которым преподают в автошколах, не соответствуют современным требованиям. В связи с этим на Министерство внутренних дел возложена задача по контролю за качеством образования в автошколах. Поручено пересмотреть требования к таким школам и экзаменационным центрам, повысить эффективность обучения вождению и квалификацию преподавателей. Самый эффективный способ управления транспортными потоками – это цифровизация. Но работа в этом направлении продвигается медленно. В частности, цифровое управление охватывает лишь 111 из 602 перекрестков Ташкента. В других городах такой системы нет вообще. Перед хакимиатом города Ташкента поставлена задача цифровизировать управление дорожным движением на столичных дорогах, охватив в течение ближайших двух лет все перекрестки. Внедрение такой системы в регионах возложено на хакимов областей. Подчеркнута необходимость разработки новых концепций организации дорожного движения и обеспечения безопасности в городе Нукусе и областных центрах. На совещании также проанализированы состояния дорог и проблемы с инфраструктурой. В прошлом году от населения поступило более 10 тысяч обращений по вопросам дорожного движения. В частности, более двух тысяч перекрестков с активным движением и около 10 тысяч пешеходных переходов не оборудованы светофорами и другими средствами. В населенных пунктах не хватает около 15 тысяч километров пешеходных и велосипедных дорожек. Кроме того, половина дорожных знаков и указателей не соответствует требованиям. Большинство предприятий при областных хакимиатах, ответственных за установку дорожных знаков и светофоров, пользуются старой техникой. Определено, что указанные предприятия будут переданы в ведение управления безопасности движения по соответствующей территории. Отныне за установку дорожных знаков, светофоров и средства освещения, проведение разметки, определение пешеходных дорожек в областных и районах центрах, за техническую организацию дорожного движения в целом будет нести ответственность только система безопасности дорожного движения. Для финансирования этой работы будут созданы республиканские областные фонды безопасной дороги и безопасный пешеход. Кроме того, будет упразднена монополия Комитета по автомобильным дорогам на производство дорожных знаков. К этой сфере привлекут предпринимателей. Глава государства поручил сделать движение на улицах более удобным для водителей и пешеходов. Правила дорожного движения должны быть научно обоснованными, звучало. На центральных улицах крупных городов следует установить продуманное ограничение на скорость. В частности, перед школами и детскими садами скорость движения не должна превышать 30 км в час. На некоторых оживленных улицах необходимо снизить скорость с нынешних 70 км в час до 60 км, сказал Шавкат Мерзиёев. В связи с этим поставлена задача создать научно-практический центр, специализирующийся в данной области. По обсужденным на совещании вопросам выступили ответственные лица сферы и Хакима. На сегодняшнем расширенном видеоселекторном совещании под руководством президента республики Узбекистан были рассмотрены вопросы обеспечения дорожной безопасности и развития дорожной инфраструктуры в республике. Темпы роста транспортных средств, а также водителей вызывают большое опасение. Соответственно, возрастает количество дорожных транспортных происшествий и число погибших и получивших телесных повреждений. Со стороны президента республики Узбекистан были подняты очень актуальные вопросы в сфере обеспечения дорожной безопасности. В первую очередь, это получение качественного образования, процесс подготовки и переподготовки водителей, изомиционный процесс. Глава государства раскритиковал, что в последнее время увеличилось оказание сопротивления сотрудников ГИБДД и нанесение телесных повреждений и со стороны водителей были случаи наезда на сотрудников ГИБДД. И в этом создавали угрозы жизни сотрудника. И в связи с этим поставлена задача внести изменения в законодательстве в Уголовном кодексе, а также административном, в котором требуется ужесточение ответственности. Глава государства обратил внимание на состояние автошкол, которые в настоящее время не отвечают требованиям. И посещение этих школ составляет около 70%. Более 50% не сдают итоговый экзамен для получения прав. Будет полностью анализировано состояние всех автошкол. Будет составлена комиссия. Руководителем комиссии назначен министр внутренних дел. Была поставлена задача разработать новые правила дорожного движения и в этом учесть обязательно интересы лиц с ограниченными возможностями. Глава государства раскритиковал, что некоторые граждане очень часто нарушают правила дорожного движения, создавая угрозы для жизни наших граждан. Будет разработана баловая система. Город Ташкент, скорость движения будет снизена до 60 км в час. И по всей территории Республики Узбекистан, около 10 садов и школ, скорость движения будет ограничена до 30 км в час. Глава государства поставил задачу по улучшению состояния дорожной инфраструктуры. И в этом внедряют информационно-коммуникационные технологии. Для улучшения дорожной инфраструктуры будет создана комиссия по главе премьера министра. Все поставленные задачи нами приняты к исполнению. Мы приложим максимум усилий и все свои возможности.